добрый день с вами империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать шиншиллу карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами карандашиком hb намечаем силуэт шиншиллы можно обозначить видео такого вот пятна по форме чем-то напоминающий камушек и затем мы уже уточняем прорисуем голову сверху виде круга и немножко с правой стороны этот круг вытянем проявляем мордочку по бокам наметим крупные ушки они достаточно большие уши шелла прорисовываем их они у нас будут округлые формы и второе ушко лишние линии убираем ластиком второе ушко тоже намечаем показываем толщинку ушка она будет немножечко уже чем то которая находится ближе к нам и меньше так как она на дальнем плане прорисуем мордочку наметим где у нас тут будет располагаться глазки один глазик намечаем подушкам и тут показываем носик наметим его такой маленький снизу у нас будет ротик у здесь щечки округленькие сделаем с двух сторон с правой стороны тоже будет она поменьше щечка так как от нас отвернута мордочка и далее намечаем нижний овал лица и спинку с левой стороны тут проведем такую линию и наметим спинку с правой стороны доводим до конца и идут с краю обозначаем хвостик его силуэт виде полукруга можно даже сказать такое формы прорисуем лапки лапки у нас будут видны не все они которые будут спрятаны за пушистой шерстью тут вот прям сбоку снизу намечаем лапку обозначая там пальчики три пальчика наметим и рядышком намечаем вторую лапку точно так же она в свою очередь будет с когтями как и 2 и аккуратненько так будет вписываться снизу к телу тут вот мы и удлиняем и немножко выводим наверх такая шаншилла у нас получилось можно немножечко укоротите и попу а хвостик оставляем пушистенький тем же карандаш камаш б или твердым мягким карандашом начинаем первый слой штриха который должен быть такой средний серого тона раздельный аккуратный немножко наклоненный по диагонали встряховать мы также можем и по форме шиншиллы а пока вы это делать я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение аккуратно от штриховали первый слой штриха и далее начнем уже детальную проработку давайте начнем с хвостика и сделаем ему фактурный краешек обозначив там шерсть аккуратными линиями затем возьмем карандаш помягче я использую карандашик 2b и затем я им вместе где у нас соприкасается задняя часть тела шиншиллы с хвостиком отбрасываем тень остальная часть будет чуть светлее мы ее тоже можем под штриховать но при этом на карандашик надавливайте чуть меньше нижнюю часть хвоста тоже мы вводим в тень там можно под штриховать потемнее по насыщение тонн так вот можно добавить несколько полосочек тоже обозначающих пряди 6 так называемые возьму карандашик еще мягче 3b использую для самых темных участков в принципе хвостик готов возьмем опять карандашик 2b и перейдем к телу шиншиллы начнем здесь вот от шейки затемняем возле головы тоже стрижочек делаем аккуратненькие штрихи близко друг другу расположены начинаем в целом за штриховывать заднюю часть стараясь сделать плавненькие переходы и штрих должен быть довольно равномерным поэтому мы его выравниваем карандашиком 3b усиливаем самые глубокие тени на границах они будут обычно расположены вот здесь вот сделаем такой еще темненький слой шерсти складочку и с другой стороны намечаем такой светлый воротничок под головой можно сказать треугольный оставшуюся нижнюю часть соединяем с тенью на теле затемняем спинку проходимся по краю немножечко выходим шерстью вперед делаем плавную тональную растяжку от тени к свету ослабляя нажим на карандаш переднюю лапку подчеркнем снизу более темным тоном и далее до штриховываем вот этот оставшийся светлый уголочек вторую лапку тоже затемняем снизу коготочки можно утемнить сделать их темно-серыми далее переходим опять к телу на боковую часть затемняем показываем шерсть тоже выступаем немного за края аккуратными только линиями формируя шерсть помогаем себе ластиком тут тоже под воротничком я немножко затемняю и под мордочкой тоже будет тень вот эта область тоже будет довольно темненькой еще темные полосочки я добавляю для того чтобы показать именно шерсть проявить ее перехожу к ушка далее лобную часть застриховываем глазик делаем темнее оставляя там маленький белый плечок для того чтобы сделать взгляд шиншиллы более живым до штриховываем лобик возьмем карандашик помягче 3b чтобы побыстрее дело шло затемняем саму мордочку возле глазика еще сильнее тон усиливаем добавляем также темный тон возле носика на ушко переходим на дальние тут вот по краю тоже усиливаем тон плавно к носику переходим щечки заштриховываем сам носик сделаем тоже темненьким с небольшим бликом прорисуем еще второй глазик он будет у нас отвернут немножечко поэтому будет такой довольно маленький из краешку вот у нас уже постепенно прорисовывается шиншилла периодически можно почищать фон чтобы он не затирался либо в процессе рисования можно подложить подруг какой-нибудь листочек ненужный доделываем ушко по краю под штриховываем чуть потемнеет он а потом оставляем светлый и делаем плавную растяжку между ними на втором ушки точно так же можно еще кое-где доработать мордочку вот именно где носик находится где щечки листочек почищу по краю сейчас еще хочется добавить завершающих штрихов нашей шиншилле чтобы она уже выглядела законченный для этого я возьму ластик и кончиком остреньким сделаю и беленькие усики прям по шорстке прохожу с ими ластиком добавляю можно добавить такие темные точки еще на щечки вот и вот так вот уже смотрится прям завершенно вот такая шиншилла карандашом у нас с вами получилось присылайте ваши результаты к нам instagram мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице а ссылка на инстаграм находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч